легенды космоса созвездия северного полушария геркулес северная корона волосы вероники продолжаем рассказывать о созвездиях о том как найти их на ночном небе какие примечательные объекты они содержат и с какими сказаниями и легендами связаны название созвездий и в этой серии мы рассмотрим созвездие геркулес северная корона и волосы вероники сначала попробуем поискать их на небе найдем созвездие геркулес лучшее время для его наблюдения это вторая половина весны и лето есть несколько способов для обнаружения геркулеса при первом из них нужно начать созвездие дракона находим его тело и голову которые указывают на геркулес при втором способе сначала определяют звезды дубхи и митсар в большой медведица затем через них последовательно проводят прямую линию которая также укажет на это созвездие в самом созвездии выделяют несколько так называемых астеризмов астеризмом называют легко различимую группу звезд имеющую исторически сложившиеся самостоятельное название например большой ковш созвездие большой медведицы или м w астеризм в кассиопее если говорить о геркулесе то такими астеризмами являются краеугольный камень образующий форму четырехугольника который представляет собой торс геркулеса а также бабочка на эти фигуры тоже можно ориентироваться при поиске созвездия между геркулесом и волопасом располагается небольшое но приметное созвездие северная корона она действительно имеет определенное сходство с этим царским головным убором еще созвездие похоже на букву с лучшее время года для обнаружения северной короны это весна и лето следующее созвездие волосы вероники это не очень яркая группа звезд расположенная между волопасом гончими псами и львом оптимальное время для поиска этого созвездия весна и начало лета теперь посмотрите как изменяется положение созвездий в зависимости от времени наблюдения так они выглядят поздним вечером в средних широтах россии 21 марта 22 июня и 23 сентября поздней осенью и зимой геркулес северная корона и волосы вероники скрыты за горизонтом а сейчас сами попробуйте найти эти созвездия обратим свое внимание на созвездие геркулес интересно что раньше она носила название коленопреклоненной и этому есть мифологическое объяснение о котором будет сказано чуть позже альфа геркулеса несмотря на свое такое обозначение не самая яркая в этом созвездие она называется расальгете что переводится как голова коленопреклоненного удивительно но эта звезда довольно сильно удалена от основной группы и находится на границе с соседним созвездием змея носит а самая яркая звезда это бета геркулеса и называется корнифорос что с греческого переводится как несущий палец еще одна яркая звезда это дзета геркулеса она входит в состав астеризма краеугольный камень в созвездии также находится немало интересных объектов недалеко от звезды корнифорос находится планетарная туманность ngc 62 10 черепаха между звездами это и дзета геркулеса расположена самая яркая и большое шаровое скопление звезд во всем северном полушарии это м-13 которое удалено от нас на 25 тысяч световых лет и заключает в себе приблизительно 100 тысяч светил любопытен тот факт что данное звездное скопление явилась первой целью для передачи межзвездных сообщений речь идет о послании ари сиба она была отправлена в 1974 году с помощью только что построенного радиотелескопа одноименной обсерватории расположенный в пуэрто-рико в сообщении с помощью двоичного кода была зашифрована информация о числах от одного до десяти количестве протонов в ядрах атомов водорода углерода азота кислорода и фосфора молекулярных формулах компонентов днк количестве пар нуклеотидов в геноме человека и форме молекулы днк также была закодирована информация о человеке солнечной системе и размерах самого радиотелескопа сообщение длилось 169 секунд еще одно шаровое скопление м-92 примечательно тем что это одно из самых старых скоплений в млечном пути с возрастом 14 миллиардов лет также в созвездии геркулес находится галактическое скопление эйбел 2151 удаленная от нас на 500 миллионов световых лет она вмещает около 200 галактик и входит в состав более крупного сверхскопления геркулеса созвездие посвящено герою древнегреческих мифов гераклу геркулес это латинский вариант этого имени герой был сыном зевса и земной женщины алкмены и звали его алкид когда он был еще младенцем зевс положил его на грудь спящей геры чтобы напившись ее молока мальчик стал бессмертным но богиня вскоре проснулась и догадавшись что происходит оттолкнула малыша молоко разлилось по небу так согласно этой легенде и появился млечный путь позже ревнивая гера решив отомстить алкиду наслала на него заклинание которое заставило его сойти с ума и убить своих детей придя в себя и поняв что натворил он отправился к дельфийскому оракулу чтобы узнать как можно искупить свою вину оракул послал алкида служить эврисфею царю меккен в течение 12 лет там он и получил свое имя геракл что по одной версии значит преследуемый герой а по другой слава герри в это время герой совершил 12 знаменитых подвигов сначала нужно было победить немейского льва затем лир ней скую гидру из тимфолийских птиц потом поймать киринейскую лани и риманского вепря очистить скотный двор царя авгия от навоза укротить свирепого крестского быка доставить коней диамеда добыть пояс царицы амазонок ипполиты и пригнать в меккены коров гириона возвращаясь со стадом геракл проходил через лигурию где напала на него множество врагов тогда герой опустился на колени и стал молиться зевсу бог ответил и послал каменный дождь этими камнями геракл обратил врагов в бегство считается что именно этот момент молитвы на коленях и был отображен в созвездии которое ранее как вы помните носила название коленопреклоненный позже эврисфей поручил гераклу добыть золотые яблоки в саду гисперид и привести трехголового пса цербера было в героической карьере геракла и множество других подвигов совершив свои подвиги геракл решил начать мирную жизнь и женился на динэре они отправлялись домой и должны были переплыть реку и венюс на которой был паромщик кентавр нас геракл переплыл реку она согласился перевести динэру а потом попытался похитить ее тогда геракл выстрелил в него стрелой с ядом гидры умирающий нас обманул динэру сказав что его кровь можно использовать как приворотное зелье она собрала немного его отравленной крови со временем динэра забеспокоилась что муж стал остывать к ней тогда она смазала рубашку геракла подаренной кровью когда герой понял что умирает то построил себе погребальный костер бессмертная половина геракла отправилась на олимп и сейчас он находится на небе в виде созвездия теперь рассмотрим следующее созвездие северная корона самая яркая звезда представляет собой двойную систему и носит название альфека от арабского яркая звезда разорванного круга или гема что в переводе с латыни обозначает драгоценный камень бета северной короны называется нусакан что с арабского переводится как две линии созвездия из-за своего небольшого размера не богато на космические объекты да и те удалены от нас на громадные дистанции так галактическое скопление эйбел 2065 находится на расстоянии более миллиарда световых лет и вмещают более 400 галактик с созвездием северной короны связана легенда отисея и ариадне давным-давно на крите правил царь минус недалеко от царского дворца был построен лабиринт где жил минотавр существо с головой быка и телом человека по приказу минуса афины должны были ежегодно доставлять по семь юношей и семь девушек на съедение минотавру однажды среди обреченных оказался тисей который захотел убить минотавра избавить свой народ от этой беды на острове крит юноша повстречалась ариадна дочь царя минуса молодые люди понравились друг другу и девушка решила помочь тисею она дала ему меч и клубок ниток тисей победил минотавра в бою и успешно выбрался из запутанных коридоров лабиринта затем новоиспеченные герои вместе со спасенными ариадной быстро покинул остров они направились домой в афины по пути корабль застигнула буря и было решено причалить к острову наксус тисея во сне явился гермес и рассказал ему что ариадна должна стать женой бога виноделия диониса повинуясь воле богов он оставил на берегу спящую ариадную плыл на заре девушка проснулась сразу поняла что покинуто тут явился к ней дионис со своей веселой свитой вскоре состоялась свадьба голову ариадны украшала невероятной красоты диадема изготовленная гефестом после бракосочетания корона была помещена на небо и драгоценные камни стали звездами следующее созвездие на которое мы обратим внимание это волосы вероники интересно что долгое время это созвездие не выделяли как самостоятельное и приписывали его топ деве ток волопасу или льву лишь в 1602 году область включили в список небесных созвездий под нынешним наименованием самая яркая звезда как ни странно обозначена буквой бета а альфа волос вероники вторая по яркости звезда и называется диадема несмотря на свои скромные размеры созвездие содержит немало примечательных объектов вот галактика м 64 черный глаз обладает ярким ядром и темной пыльной полосой впереди из-за чего и получила свое название это популярный объект среди любителей астрономии так как его легко отыскать даже в слабый телескоп галактика и глаз обозначением ngc 4565 одна из самых знаменитых спиральных галактик ее тоже не сложно найти вот небольшое звездное скопление мелод 111 40 яркими звездами а это шаровое скопление m53 удаленная на 58 тысяч световых лет от земли также созвездие волос и вероники вмещает северную часть скопления девы скопление расположено в 60 миллионах световых лет от земли сюда входят галактики m85 m 88 м 91 м 99 вертушка и м 100 фен с созвездием волос и вероники связана следующая легенда в третьем веке до нашей эры в египте правил царь птолемей 3 его жену звали вероника как-то царь отправился на войну с сирийцами и задержался на ней очень долго вероника волновалась и просила богов о его возвращение она дала обет что принесет в жертву богини афродите свои прекрасные длинные волосы если птолемей возвратиться живым вскоре царь вернулся домой с победой вероника выполнила свое обещание на следующий день волосы пропали от придворного жреца астронома потребовали объяснений и тогда он сообщил царской чете что жертва была принята и вечером показал группу новых звезд в виде прекрасных локонов вот такая красивая легенда а наш рассказ о созвездиях геркулес северная корона и волосы вероники подошел к концу